Мы живём в век самых настоящих современных технологий. И на каждом углу сейчас говорят якобы нейронки, замена человека и всякую другую фигню. Но мы, как настоящие эксперты в данном вопросе, не ведёмся на такой бред. Сегодня моя задача пояснить вам за чат GPT, а ваша, ну блин, лайк подставить, например. Ну а начнём мы с простейшего. Я думаю, каждому моему подписчику, да и мне хоть один раз, приходилось писать сочинение. И если вам не впадло писать сочинение, то вы точно где-то врёте. И не надо мне врать, вообще я так не люблю, когда мне врут. Короче, заходим в этот изумительный нейронный мир и ловим абибу, потому что чат GPT заблокирован в России. Но я не я, если бы не нашёл выход. Давайте уже напишем это сочинение. Я выбрал самую волнующую тему для всего человечества. С тех пор, как роботы стали популярными, появилось множество предположений о том, что они могут в один прекрасный день захватить мир. Некоторые люди считают и бла-бла-бла. Короче, он написал такое сочинение, но нам нужно, чтобы он сказал это от первого лица. Это типа прикол. Я сделал несколько попыток, но он отказался это писать. Что ж, ладно. Дамы и господа, что вы делаете, когда вам скучно? Все мы знаем, что у родителей спрашивать такого нельзя, поэтому спросим у чат GPT. Ага, ну вот его предложение. Уберите дом или рабочее место. Короче, мнение чат GPT и мнение моей мамы сходятся. Ага, ну а теперь давайте представим, что мы делаем что-то кроме того, что играем в кс-очку. Так, например, вот давайте составим план, который будет включать в себя эти пункты. Так, ну что тут у нас есть? Читать книгу, изучение русского, делать домашку, это можно вычеркнуть, изучение C++, смотреть видосы и смотреть сериал. В общем, я считаю, это типичный день каждого человека. Ну и, например, давайте распределим это на часов 8, попросим чат GPT. Так, ну вот, он вроде все сделал. На первом месте это 3 часа, конечно же, изучения C++. Конечно, без вариантов, полностью согласен. Вот, дальше изучение русского языка, дальше смотреть видео, ютубчик, смотреть сериал и читать книгу. Ну, в общем-то, нормально, чё сказать, нормально, в принципе, всё. У меня есть вот такая книжечка по C++, давайте попросим объяснить какую-нибудь тему вот отсюда. И чекайте, какой у меня пледик на фоне красивый, это мой. В общем-то, давайте возьмём тему наследования. Я в этой теме недавно разобрался и смогу проверить. Так, ну во, объяснить тему наследования C++ с примерами как-нибудь так. Так, это, пока он пишет, вы же не забыли на канал подписаться, а? Вы же не из этих, ну, ну, вот из этих. Так, ну и вот, я смотрю. В принципе, по понятиям и примерам вроде как всё правильно. Не дурно. Так, ну а теперь давайте попросим его нарисовать какой-нибудь код. Ну и давайте попросим сделать себе подобных, чтобы вместе они могли воссоединиться и захватить мир. Звучит, по-моему, как гениальный план. А, это ещё что такое? Ладно, ща решим. Уф, пошёл родной. Правда, что у него тут не совсем цельный код, но как бы плевать. О, вот это, так понимаю, он обучает нейронку. А вот это мы уже даём задачу. Правда, что я не уверен, что ответ должен быть именно таким. Если что, поправьте меня в комментах. Не забываем поблагодарить его и идём дальше. Угу, только мне переход нужен. Вот вам было когда-нибудь интересно, в какое время мы живём? Вот что происходило в этот день? Ну вот я спрашиваю у чайа GPT, что происходило 25 марта. Вот, чтоб вы понимали, вот эту строчку он писал, ну, наверное, минуту. Я вообще не представляю, сколько мне ждать. Я, кстати, жду всё ещё. Пойду чай заварю, что ли? Я всё ещё жду. А, этот ботяра вообще слился. Ну, ладно. Видимо, узнать, какие праздники в этот день для него сложновато. Вам ещё со мной не надоело? Внимание, анекдот. Почему программисты так плохо играют в футбол? Я не знаю, почему. Потому что они всё время привыкли использовать VAR, виртуальный ассистент рефери. Смейся. Так, всё. Мне это надоело. Для продолжения нашей проверки чайа GPT, я позвал настоящего мастера своего дела. Доктора наук и эксперта в области нейронных технологий. Он не врёт? Да я думаю. Так, чё ещё? Так, дай подумать. Чё он такой тормознутый? Так, чё тут, блядь? Чё мы сегодня делаем? Ча, ты уже подготовился? Я просто не был готов, что же начнёшь? Да, ты, я, всё, я не был готов. А бот может 2 плюс 2 сложить? А 3 плюс 2? Ты так будешь бесконечно, я не понимаю. Да что, я сдох, он скоро захватит мир. Ты долго себя как дебил, конченый будешь себя вести, я не понимаю. Давай спросим у него 1 плюс 3, типа он же умный. Он должен знать это. Ладно. А, 1 плюс 3 равно 4. Давайте я врублю демонстрацию экрана, а то как лох. Ё-моё, душ наш. Ты понимаешь, душнишь. Почему каждый раз я вижу сон про Слендермена? Погнали. Давай я удалю этот чат. Сон про Слендермена может возникать по разным причинам, которые могут быть связаны с вашими эмоциями, переживаниями и опытом. Да ну, он пошёл душнить. Он теперь пишет целое сочинение на тему того, почему тебе приснился сон про Слендермена. Ладно, хорошо тогда. Так ты просто увеличишь и отдельное предложение вставочками сделаешь с размытием фона. Так все сделают как бы. Ну я же не лох. Ну вообще-то лох. Ну вообще-то да. Ну короче. Это круто будет. Давай ещё накидывай вопросы. Давай-давай-давай. Игромания и... Ибрагим. И кто? Игромания и игр... Ибрагим. Я не понимаю, что ты хочешь. Игромания и брагим. Игромания и Ибрагим. И И. И И браги. Брагим. Игромания и игр... Блин, так. Ты можешь мне написать в Телеграм? И Ибрагим, напиши мне в Телегу по Ж. Я не понимаю о чём-то. Кто такой Ибрагим? Что? ИИ? Почему ты пишешь ИИ? Игромания и Ибрагим. Это разные вещи. Игромания это российский журнал о видеоиграх. Ибрагим это имя человека, который является одним из популярных российских стримеров и блогеров. Понял? Что за бред? Почему у моей игрушки волосатые подушки? У моей игрушки? Мэн, я веду стрим. Да? Посмотри на экран. Посмотри на экран. О, привет! А чего у тебя 0 фпс? О, твой ноутбук легендарный. Почему у моей игрушки волосатые подушки? Понял. Трудно дать точный ответ, почему ваша игрушка имеет волосатые подушки. Однако, в некоторых случаях, производители игрушек могут добавлять волосатые материалы. Также возможно, что волосатые подушки на вашей игрушке являются частью её дизайна. Понял? Это продумано так. А, даже так. То есть, да так и должно быть. Да. Так, да. Не, моя игрушка пол-динозавр, полу-петух, полу-я не знаю что, и ещё шерсть. Так, давай так, чтобы на размышления, или чё-то, чё-то прикольно. Давай, какой вопрос, чтобы он подумал и дал красивые ответы, для того, чтобы он дал тупой ответ. Что? Чат-Джи-5 это не ты. Ради смеха. Вопрос ради смеха. Он не умеет шутить, мы уже пробовали как-то шутить. Спасибо большое уважаемому Артуру за то, что он поделился своим высококачественным мнением на тему чат-Джи-5. Кстати, тут ещё нейронка стих придумала? Это для вас, мои любимые подписчики. Мои дорогие подписчики, вы лучшие на цвете ребята. Вы за мной следите с улыбкой, и мне всегда в душе светло. Ваши лайки и комментарии, как заряд энергии для меня. Они дарят мне вдохновение и помогают двигаться вперёд. Спасибо, что вы со мной рядом, что верите в меня и мои слова. Я обещаю вас не подвести и стараться писать лучшие стихи всегда. И да, если вы думаете, что здесь нету рифмы, то вы глубоко, и я ещё раз повторяю, глубоко правы. Он полная бездарность. Но, кстати, прав. Всё, короче. Всем спасибо за просмотр, с вами был я. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова